Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о сокрытии подлежа почти полутысячного поголовья скота на реческом сельхозпредприятии. В служебном подлоге обвиняется бывший руководитель КСУП обороны страны. По материалам дела, которые предоставил ОБ Преческого РОВД, преступные действия управления совершал с февраля 2017 по ноябрь 2018 года. Бывший руководитель подозревается в том, что давал указания своим подчиненным занижать количество падежа крупного рогатого скота в ежемесячном отчете по животноводству. Недостоверные сведения в итоге вносились в государственную статистическую отчетность, что повлекло ее искажение. Предварительно установлено, что на предприятии был скрыт падеж не менее чем 497 голов скота. Расследование уголовного дела продолжается. Для предупреждения аналогичных преступлений Управление Следственного комитета области направило в адрес Гомельского облсполкома и райсполкомов информационные письма о необходимости исключения фактов искажения государственной статой отчетности на сельхозпредприятиях региона. В Калинковичском районе на пожаре погиб мужчина. Сообщение возгораний жилого дома в деревне Капличи поступило сегодня около 4 утра. По прибытии пожарных месту вызова открытым пламенем горел деревянный дом и уже обрушилась кровля. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в комнате было обнаружено сильно обгоревшее тело предположительно хозяина дома. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий нарушение правил эксплуатации печи. Проверку проводит следственная оперативная группа. Почти 4,5 тонны металлолома без документов. Сотрудники госавтоинспекции совместно со специалистами отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали автомобиль с нелегальным грузом на дороге Гомель-Ветка. За рулем МАЗа находился мужчина 1990 года рождения. В кузове 4 тонны 446 килограммов лома черного металла. Сопроводительных документов не оказалось. На владельца металлического сырья составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин. Легкую по весу, но более опасную массу обнаружили мозырьские спасатели в заброшенной котельной. Жидкость стального цвета в колбах газоанализаторов обнаружили рабочие во время очистки территории. В измерительных приборах содержались емкости с артутью около 200 грамм. Ни одна из колб не была повреждена и опасная жидкость не разлилась. Спасатели изъяли приборы для дальнейшей утилизации. А в Гомеле вновь ДТП с пешеходом сбили 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Происшествие произошло на выезде с парковки рынка Новобелецкий. 27-летняя девушка, управляя автомобилем Audi A4, не заметила при повороте женщину и совершила наезд. Девушка, двигаясь по парковочной стоянке рынка Новобелецкий, выезжая с него, при осуществлении поворота направо, совершила наезд на женщину-пешехода 41-го года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. При этом в непосредственной близности находился пешеходный переход, который регулируется светофорным объектом. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в БСМП города Гомеля. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой. Такого взор происшествий за сегодня. Следите за ними вместе с программой «Де-факто». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok